20 марта состоялось первое заседание организационного комитета, который сформирован в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации. На этом заседании были сформированы целый ряд рабочих групп, которые будут работать по направлениям. Более того, отдельная самостоятельная рабочая группа создана в правительстве Санкт-Петербурга. Мы ожидаем порядка полутора тысячи участников. Для сравнения, если это произойдет, это будет такая рекордная цифра. И наши предварительные замеры показывают, что желающих приехать в Санкт-Петербург может быть очень много. Речь не идет только о количестве делегаций, речь идет еще и о количественном составе самих делегаций. Мы знаем примеры, когда в Женеву приезжает и по 20, и по 30 человек, членов национальной делегации. Вот в этом смысле Санкт-Петербург вызывает огромный интерес. Основные мероприятия будут проходить на базе Таврического дворца, который сам по себе олицетворяет дух, энергетику парламентаризма. А открытие будет в Конгресс-форуме, потому что мы ожидаем, что на открытии будет гораздо больше участников. С учетом приглашенных лиц, это от двух до двух с половиной тысяч человек. Очень рассчитываем на то, что открывать ассамблею будет президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. По крайней мере, его предварительное согласие на это имеется. Будем надеяться, что ничего чрезвычайного не произойдет. И это придаст, конечно, особую политическую значимость и особый политический уровень всем последующим мероприятиям. А закрытие ассамблеи предполагается провести на новой площадке Бариинского театра. Такой реперной точкой является еще и дата 15 сентября. Эта дата решения Организации Объединенных Наций объявлена Всемирным Днем Демократии. Вот пока еще только 17 стран отмечают эту дату в таком национальном масштабе. Самокритично должны признать, что Россия в эти 17 стран не входит. Поэтому один из таких элементов – это подготовка к максимально широкому празднованию этой важной даты в жизни парламентариев. И не только парламентариев, парламентариев всего мира. Набор мероприятий очень широкий. Одновременно на ассамблее проходит несколько мероприятий. Одновременно проходит молодежный, женский форум. Проходит заседание как минимум двух комитетов. Это то, что проходит одновременно. Начинает работать редакционная комиссия. Одновременно работает руководящий совет. Ну и, конечно, идут полинарные заседания. Основная тема дискуссий сегодня, которая представлена Российской Федерацией, потребуется еще какое-то время для проведения необходимых консультаций. Это от культурного разнообразия к культурному плюрализму, что в значительной мере отражает и место, город проведения ассамблеи как культурной столицы не только нашей страны, но и одного из красивейших городов и культурных центров всего мира. В общем, работа идет, и, уверяю вас, идет весьма напряженно. Продолжение следует...